Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Эйтон ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальман, а вместе со мной в нашей телевизорской студии замечательная журналистка Илана Михаэля, а виртуально тоже в нашей студии известный израильский писатель, публицист, драматург Марк Котлярский. Марик, мы рады тебя приветствовать. Добрый день! Спасибо вам тоже, дорогие друзья! И я очень рад, что мы в такой же компании, как и в прошлый раз. И особенно я рад дискутировать с Иланочкой, которую я всегда признаюсь в нежных чувствах, позвольте мне так сказать. Какое многообещающее начало, Марик! Марик, но мы сегодня тоже будем говорить о любви к средствам массовой информации, вернее, к их современной ипостаси, то, что называется социальные сети, тем более, что происходящее в Соединенных Штатах процессы дают нам огромную пищу для размышлений. Скажите, пожалуйста, вот тот процесс, связанный с отключением президента Соединенных Штатов от социальных сетей, от Твиттера, от Фейсбука, от Ютуба, в конце концов, это на наших глазах происходит так называемая культурная, а может, бескультурная революция? Ила? Ну, я не знаю, можно ли это назвать культурной революцией. Честно говоря, вся эта ситуация, она вызывает очень много размышлений. С одной стороны, нет сомнений в том, что частные структуры, огромные, ставшие огромными конгломератами, как Фейсбук, как Твиттер, как Ютуб, получили огромное влияние, огромное мировое влияние. И сегодня, собственно говоря, учитывая, что та же американская, а то же американское законодательство не предполагает запрета на их какие бы то ни было решения, они могут их принимать так, как они хотят. Как сказал кто-то сегодня, какой-то комментатор на одном из российских каналов, хозяин Барина. И это правда. Есть только одно решение американского суда о том, что можно изолировать человека от социальных сетей, если это прямой призыв к насилию, к убийству и педофилии, если я не ошибаюсь. Все остальное можно. Но если все остальное можно, то почему именно действия президента Трампа расценены как призыв к насилию до такой степени, что его лишили практически? Тут возникает вопрос, почему они во время летних протестов, BLM и прочее, в прочем канале, они их не закрывали. Совершенно верно. И это тогда наводит нас на мысли о том, что есть система. Есть система, которая, в общем-то, руководит. И я полагаю, что тот же Twitter, тот же Facebook, видимо, зависит от этой системы. Я сегодня, кстати, готовясь к нашей программе, послушала очень любопытное интервью, вернее, теледебаты, уже не новые, правда, между Познером и нашим, не нашим, а знаменитым российским диссидентом, который чудом остался жив, как он говорит, после покушения на него, Навальным, да. Вот, где на Познера постоянно наезжали за то, что он представляет первый канал, который, значит, не всех берет даже в его программу, а Познер со своей стороны говорил, что это право каждого решать так или иначе, и каждого редактора решать, что он будет делать, кого он будет брать в свою программу, и дал пример, что когда-то он работал в Америке на очень большом телеканале, и они вместе с коллегами американским просто, что называется, наехали, раскритиковали какую-то огромную американскую компанию, по-моему, General Motors. На завтрак вызвал хозяин компании, сказал, General Motors нам дает рекламу, если вы посмеете еще раз это делать, вы останетесь без работы, я останусь без работы. Так что он сказал, и мы сделали выводы. К чему я все это говорю? Совершенно очевидно, что все завязано одно с другим. Есть инвестиции, есть биржа, есть реклама, есть все. Но есть право на свободу слововыражения. И если мы уже будем говорить о этих социальных сетях, то тогда, простите, почему они не лишают площадки тех же лидеров иранских, которые призывают к уничтожению Израиля, и так далее, и так далее. То есть считается, что если после их призывов никто не перешел к прямым действиям, то это можно. Значит, они квалифицируют Трампа как человека, который призывал, видимо, к насилию, к преступлению. Я сейчас не буду комментировать, прав был Трамп или не прав во всех своих постах. Это не мое дело, что называется, и не моя задача, я считаю. Я считаю, что задача понять и решить. Сегодня мы все с вами зависим от социальных сетей в большой степени. Получаются. Получается так, да? И в таком случае, если социальные сети приобрели такой огромный вес, значит, надо законодательно, каким-то образом оговорить, на что они имеют права, на что они не имеют права, несмотря на то, что это частные компании, которые, собственно говоря, существуют на собственно вложенные капиталы, ну, теперь же, конечно, с инвесторами, но они не принадлежат государству. Цензуру может накладывать государство, да? Так считается. А они частные компании, и поэтому имеют право сделать то, все, что они захотят. И вот тут появляются вопросы, только прежде чем, Марик, спасибо тебе за терпение, передать право на наведение дальнейшей беседы Марику, моему дорогому другу. Я хочу привести пример, который меня и возмутил, и рассмешил, который произошел с вашим каналом, когда YouTube сделал вам предупреждение за то, что вы в качестве иллюстрации к передаче с Петей Люкимсоном по поводу Нового Ковчега и спасения Ной и так далее, дали иллюстрацию с фрески Микеланджело, где были изображены голые люди, упаси господь, и YouTube, я видела, что он вам написал, написал, что пока что вас предупреждают, что они полагают, что вы это сделали ненарочно. То есть система уже даже не различает, где классика, где жемчужины мировой живописи, где порнография, да? Так вот эти все вещи, их надо как-то упорядочить. Вот об этом я как раз хочу спросить Марка Илана. Илана сказала относительно необходимости законодательной базы, но возникает вопрос, а кто будет писать эти законы? Не будут ли сами эти корпорации, владельцы социальных сетей, сами себе писать законы? Они же, между прочим, большие жертвователи на те или иные избирательные кампании, определенных политических персонажей. Неужели они позволят против себя что-то написать? Марик. Ну, вопрос-то на самом деле состоит в том, вот действительно этот, как и кто будет писать эти законы. Это действительно новая совершенно реальность, да? Которая, скажем, лет еще 20 тому назад было вообще трудно предположить, что она может возникнуть. Да? И на сегодня это реально существует. И сегодня этот закон, как правильно Иланович сказала, вообще должен сказать, что я думал, что я буду с ней спорить, а выясняется, что мы ей в одну дуду, даже как бы не очень интересно. Но я с ней согласен полностью. Полностью. Есть некая новая реальность. Закон, к сожалению, за этой реальностью не поспевает. Это касается любого законодательства, даже израильского в том числе. Закон не поспевает за этой новой реальностью. И эта новая реальность вдруг на наших глазах начинает обретать черты абсурда. Полного абсурда. Вот Илана сказала про фрески Микеланджело. Я могу согласиться на свой собственный опыт. Меня в фейсбуке на сутки закрыли. За что? За то, что я употребил цитату Светлова из Гренады. Он медлит с ответом, мечтатель хохол. Вот это я вам говорю. Да, Иланович, это то, что случилось со мной. Я вдруг получаю... Майк, это на тебя кто-то жалобу написал. Хохол, скорее всего. Я не знаю, кто может быть... Нет. Какой-то... Вред. Это не кто-то жалобу написал, вот так. Там есть роботы, есть специальный алгоритм, который действительно... Илана правильно говорит. Им все равно, им пофига. И они увидели там голое тело изображенное. И все, для них это красная лампочка. Понимаешь? Хотя на самом деле... Аналогично было со сценами погромов во Львове. А я привел цитату, знаменитую цитату Светлова. Понимаешь? То есть, да, меня забанили на сутки. Забанили на сутки только на то, что я привел вот эту знаменитую цитату Светлова. Тогда, значит, с таким же успехом надо забанить Лермонтова в знаменитой строчке. Злой Чичен ползет на берег, точит свой кинжал. Или там Пушкина. Ко мне... А там были презренные евреи еще. Да, среди верных друзей, я это цитирую, ко мне постучался презренный еврей. То есть, получается, действительно, мы вдруг... Это реальность, которая возникла, параллельная реальность. Она мало того, что параллельная. Она становится абсурдной. То есть, свобода слова трактуется каким-то... странным образом. Вот ты правильно сказал, Саш? Да, и Лана тоже об этом говорила. Окей, я допускаю. Да, оставьте в покое, что сказал Трамп. Это, как бы мы в данном случае не оцениваем то, что он там написал. Но, ребята, тогда соблюдайте некий баланс. Тогда убирайте твиты или посты Хамаса, джихада, президента Ирдогана. Убирайте БЛМ, которые, так сказать, своим настроем воинственным просто уходят вообще за всяческие пределы. Но вы же этого не делаете. Так, минуточку. Значит, вот и должен быть закон баланса. Ребята, если у вас есть какие-то правила, под которые подпадает твит Трампа или мой пост, или, скажем, заставка ИТОН ТВ, тогда распространяйте это на все. Что же вы как-то избирательно делаете? То есть, получается, что социальные сети, когда мне говорят о таком феномене, как дипстейт, то есть, глубинное государство, ты понимаешь, я сначала воспринимал это с юмором. Ну, какой там дипстейт? Ну, хорошо. Теперь выясняется, что это далеко не шутки. И что значительную роль в формировании этого дипстейта играют социальные сети. Что значит закрыть вообще человека в социальной сети? Минуточку. На каком основании? А как же вот эта знаменитая поправка американская? Как же свобода слова? Есть понятие свобода слова, а есть понятие ответственности. Не всякая свобода слова это значит делаю все, что хочу. Захочу и закрыл тебя. Вот у меня так левая нога захотела, как, кстати, на одном из таких мелких социальных сетей, где я там во многих социальных сетях присутствую, взяли, сняли какой-то мой вопрос. Не объяснив. Причем, кстати, заметьте, они не объясняют. Они только там максимум, что они могут отделаться, это такой формулировкой обтекающей. Вы нарушили принципы нашего сообщества. Чем нарушил? Каким образом нарушил? Что я такого сделал? Объясните. Аргументированно. Ты не постил котиков, Марик. А, вот именно, да. Котиков, да. И жареный сушеных помидоров не постил. Понимаешь? То есть получается, что, а кроме всего прочего, есть еще одна вещь. Такие громадные гиганты, как Фейсбук, который превратился не просто в гиганта, а который превратился в монстра. Он сегодня Фейсбук, он сегодня Твиттер, он сегодня Ватсап, он сегодня Ютуб. То есть, он стал монополистом. Не просто, скажем, в ряду социальных сетей, а он стал супер-монополистом. И помнишь, эта скандальная история с этим Аналитикс, когда выяснилось, что Фейсбук передавал огромное количество учетных данных, да, так сказать, и кроме этого, получается, что Фейсбук скупает любую социальную сеть, которая более-менее, так сказать, имеет тенденции, это, кстати, установка Сукердорга, между прочим, нашего с вами сочетчика, соплеменника, точнее, скупать любую социальную сеть, которая более-менее поднимается, так сказать, и грозит быть конкурентом Фейсбуку. То есть, налицо супер-монополия, которая диктует нам свои условия. И даром после того, что случилось с Трампом, огромное количество людей, во всяком случае, говорят о миллионах или десятках миллионов, я не знаю, ушли с Фейсбука, ушли с Водсапа в параллельные какие-то социальные Телеграмм 25 миллионов за последние три дня. Я вот хотела об этом, Тамарик закончит, пару слов сказать. Будь то Телеграмм, будь то еще какие-то сети, там сигнал есть какой-то, и там еще что-то, и дай бог, чтобы так было, потому что, но заканчивая, хочу сказать, что действительно необходим закон, регулирующий, регулирующий эту реальность, иначе эта реальность грозит, как говорил Ниша, не надо слишком долго вглядываться в бездну, потому что бездна начнет вглядываться в вас. И то, что мы сейчас наблюдаем, это мы видим, как на нас смотрит вот эта бездна, которая определяет наше бытие, наше существование, и манипулирует общественным сознанием, к сожалению. У меня к вам вопрос, к обоим вопрос, один и тот же, но не получилось ли так, что вот эти владельцы социальных сетей, которые провернули вот эту историю с Трампом, с его сторонниками, вычищают там, чуть ли не миллионами уже говорят, вычищают их из своих социальных сетей, не получилось ли, что они, то, что называется, выстрелили сами себе в ногу? Известная формулировка о том, что революция сжирает своих собственных детей. Не получится ли так, что власть не захочет их терпеть, захочет взять их все-таки в узду, и им от этого не поздоровится? Илана? Ну, у меня есть ощущение, что, во всяком случае, в ближайшие четыре года им ничего не грозит. Будет скорее наоборот. Они пойдут с властью в ногу, что называется, и все будут друзья пхай-пхай, до тех пор, пока действительно они не попытаются идти против системы, но поскольку мне кажется, что они сами уже являются частью системы, они против нее не пойдут. Поэтому я не вижу, у них будут мелкие какие-то убытки, которые для таких структур не будут серьезно ощутимы, возможно. Конечно, переход в Телеграм 25 миллионов это не хухры-мухры, это серьезная вещь. И вполне возможно, что завтра мы с вами узнаем, что Цукерберг предложил Телеграм такую сумму, чтобы их купить. Знаете, как это было в Крестном Аце? Я вам сделаю предложение, от которого вы не сможете отказаться. Мы не знаем. Или там уже сигнал, но сигнал пока что это вообще что-то другое, это больше переговорная система. А Телеграм это как раз напоминает чем-то WhatsApp. Меня смущает другое еще. Вот буквально на прошлой неделе мы все узнали, что начиная с февраля месяца WhatsApp передаст Facebook данные о пользователях для того, чтобы Facebook благодаря этим данным мог формировать более успешно таргетинговые группы для публикации рекламы. Во-первых, не верю. Вот извините. Вы скажете, что у меня параноидальные наклонности, может быть, но не верю. И видимо правильно не верю, потому что сегодня уже всюду распространена реакция израильского директора Facebook, потому что понятно, что здесь начался большой тоже террорам, потому что это реально нарушение ваших прав на свободу слова, на какую-то передачу информации. Мы все видим, когда мы говорим по WhatsApp или переписываемся, что там написано, что это зацифровано от начала до конца, и как бы мы чуть не инкогнито. Ничего подобного получается. Значит, директор израильского WhatsApp сегодня выступила и сказал, нет, 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 я хочу вам всем объяснить, ничего подобного, вы продолжите разговаривать и переписываться с соблюдением тайны вашей переписки, это совсем не та информация, которую мы передадим, но из ее выступления было абсолютно непонятно, а какую же информацию вы передаете, что, о том, сколько пользователей WhatsApp, и Facebook и так знает, о чем речь идет. Значит, понятно, что теперь уже нет доверия, потому что одинажды нарушив это доверие, очень тяжело его восстановить. Я думаю, что люди будут искать альтернативные пути, единственное, действительно, может произойти, что тогда родится еще вот одно такое чудище, или два, или три, которые опять будут в частных руках, это будет опять хозяин-барин, и я могу вас вообще исключить, миллион человек, потому что мне не нравится цвет их глаз, например, и нас это возвращает опять к необходимости чего? Законодательство. Причем законодательство должно быть на международном уровне, это не может быть законодательство отдельно взятой страны. Да, абсолютно согласен с этим. Марик, твое мнение по поводу возможности регулирования их деятельности на законодательном уровне, захочет ли вообще власть их терпеть? Ну, смотри, видишь, дело в том, что уже ситуация дошла до некой критической точки. И если сейчас не начинать принимать какие-то меры, то действительно непонятно, куда она вообще можно завести. И вот опять права Илана, я с ней согласен, что в данном случае, так как речь идет о глобальных сетях, то есть как бы Facebook не ограничивается Америкой или Израилем, WhatsApp не ограничивается Китаем или Россией, то есть необходимо некое действительно международное законодательство, которое распространялось бы на эту сеть по всему миру. То есть это законодательство, надо понимать, это законодательство не какое-то, которое носило бы исключительно запретительный характер, оно должно прежде всего носить регулятивный характер, потому что отсутствие регуляции привело к сплошнейшей монополизации и привело к тому, что действительно, как Илана говорит, хозяин-барин, хочу передал данные, хочу не передал данные, хочу вообще, так сказать, послушиваю тебя, хочу не послушиваю, там, минуточку, но WhatsApp гарантирует конфиденциальность, какая же конфиденциальность, если вы мои данные передаете в Facebook, какая таргетинговая реклама, то есть получая мои данные, вы уже тем самым нарушаете мои границы непрекосновенности, а вы меня спросили, я хочу, чтобы мои данные передавали в Facebook, я хочу, чтобы мне шла реклама в WhatsApp, я не хочу этого, но вам-то наплевать, получается, вы хотите, потому что для вас важно, понятно, что чем больше у вас есть групп для рекламы, тем больше денег вы будете получать, тем больше рекламы вы будете получать, но это нарушает нарушение личного, означает нарушение личного пространства, поэтому ты понимаешь, но я большой пессимист по этому поводу, дело в том, что учитывая, что скажем, Facebook и Twitter и WhatsApp в данном случае как бы играют на руку как раз-таки новой власти, и поэтому вряд ли кто-то будет пытаться как-то подчинить их себе, вряд ли кто-то будет принимать какое-то международное законодательство, я думаю, что выход только один, и выход заключается в создании параллельных систем, потому что конкурирующих, которые могут, вот то, что Иванка говорит, пожалуйста, уже как бы Facebook хочет купить Telegram, понятно, потому что Telegram сегодня относительно независим, вопрос, не будут ли они поглощать тут же на месте. Ну да, об этом-то и речь, конечно. Маленьких не будут, будут только тех, которые выбьются на какой-то уровень. Я не сказала, что они уже их покупают, я сказала, что это возможный сценарий, у меня внутренней информации на эту тему еще пока нет. Ну, я уверен, смотри, это очень правдоподобный сценарий, учитывая, что точно так же Цукерберг и Facebook вел себя и по отношению к Twitter, и по отношению к YouTube, и по отношению к WhatsApp, я не исключаю такого варианта. Спасибо. Марик, спасибо, у меня лишь только маленькая ремарка, честно говоря, глядя на это все и вспоминая, что Цукерберга вызывали в Конгресс для дачи показаний, я думаю, он исправил ту ошибку на этот раз, которая у него была 4 года назад во время выборов в Соединенных Штатах, когда он не пресек действия русских хакеров, не хакеров, кто там был, ботов, которые повлияли на волеизъявления американцев. Спасибо. Спасибо, друзья, спасибо за интереснейший разговор, спасибо вам, что были с нами, всего самого доброго, будьте осторожны в социальных сетях, за вами следят. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова